Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше». Эпилог. Вы закончили читать возмутительную книгу, которая может вывести из себя многих обычно уравновешенных, уютно устроившихся обывателей. Не страшно. Ведь не можем же мы корректировать свои воззрения, оглядываясь на тех, чьим жизненным кредо являются комфортабельный быт и погоня за удовольствиями. Большая часть наших проблем проистекает из того, что мы все еще пребываем в плену у страха. Любая чепуха повергает нас в панику. Но, пожалуй, больше всего мы боимся оказаться в меньшинстве. Мы привыкли верить ложной теории о том, что большинство всегда право. Особенное впечатление производит на нас большинство, включающее в себя богатых и власть имущих граждан. Однако истина отнюдь не всегда бывает на стороне большинства. Тот факт, что демократия обязывает меньшинство подчиняться воле большинства, вовсе не означает, что большинство имеет мандат на истину. К сожалению, людям свойственно отождествлять правду силой. Опыт же показывает, что сильными мира сего движут не поиски правды, но собственные интересы. Мы не должны бояться пребывать в меньшинстве на протяжении долгих столетий и сегодня тоже мы являемся классическим примером меньшинства. Как правило, мы были тем единственным человеком в толпе, который осмелился возразить всем вокруг, открыто объявив всему миру, что правда на его стороне, а многомиллионные массы ошибаются. И мы не боялись того, что нас ничтожно мало, а в противостоящей нам толпе находятся могущественные владыки огромных империй. Да, не так просто стоять одному против огромной толпы, нелегко устоять под градом камней, гораздо легче плыть по течению. Однако такой путь не подобает человеку, и уж, конечно, он не подобает нам, евреям. Если бы наши предки согласились с тем, что большинство всегда право, наш народ давно исчез бы со сцены истории. Если бы наши предки признали, что цари и епископы правы только потому, что распоряжаются телами и душами миллионов людей, они должны были бы перейти в веру большинства и перестать быть евреями. Тора называет нашего братца Авраама, Авраам Га-Иври. Это слово Га-Иври, еврей, имеет общий корень со словом Эвер, сторона. Авраам назван евреем потому, что весь мир был по одну сторону, а Авраам по другую. Весь погрязший выдал о поклонстве мир, был убежден в своей правоте, но Авраам не побоялся сказать, что правда на его стороне, а не на стороне большинства. И так оно и было на самом деле. Авраам был прав, а весь мир заблуждался. Истина выявилась только благодаря тому, что у него хватило сил восстать против всего мира и выстоять в этой борьбе. Мы не имеем права забывать, что мы – потомки Авраама. Нелегко быть диссидентом, еще труднее быть повстанцем. Но каждое великое событие в еврейской истории начиналось именно с таких отважных диссидентов и повстанцев, готовых самоотверженно бороться за свою правду, не обращая внимания на ненависть и клевету большинства. Цитата. «Все неправы, а ты один прав?» – спрашивает, конечно, читатель. В таких случаях принято ударяться в апологетику, что я, мол, весьма уважаю общественное мнение и готов поступиться своим. Нет никакой надобности в такого рода оправданиях. Нет никакой нужды лгать. Если вы на самом деле верите во что-то, то как вы можете соглашаться с тем, что правы ваши оппоненты? В мире существует только одна правда. Если вы не уверены в своей правоте, то оставайтесь дома. «Но если вы твердо убеждены в истинности своего пути, то идите вперед, не оглядываясь!» Конец цитаты. Это слова великого диссидента нашего времени, Зеева Жаботинского. Благодаря его стойкости и упорству, его, казавшиеся кому-то крайними и нереальными идеи, притворены сегодня в жизнь. Еврейское государство существует сегодня благодаря непреклонности и вере в свою правоту всех тех диссидентов и повстанцев, которые не испугались давления и угроз со стороны еврейского истеблишмента. Все неправы, а ты один прав? Если вы знаете, что это так, то скажите во всеуслышание, «Да, я прав и буду бороться за свою правду до тех пор, пока и вы признаете, что я прав». Такой человек должен быть готов к тому, чтобы выдержать злобные нападки противников, которые никогда не простят ему его смелости. Он должен относиться к этим людям снисходительно, даже если их будет много, а он будет один. Пигмеям не по себе от присутствия гигантов духа, потому что они напоминают им об их собственном ничтожестве. Но не в этом суть. Главное в том, что такой человек должен быть готов к преодолению всевозможных преград, к тому, чтобы игнорировать нападки и оскорбления врагов и терпеливо выслушивать укоры друзей. Такой человек должен обладать силой духа, чтобы выстоять в борьбе и не спутать ложь с правдой. Неудачи не должны повергать его в уныние. Он должен обладать безграничным терпением и стальной волей. Но прежде всего он должен быть уверен в своей правоте. Ради чего? Ради любви к своим собратьям евреям, ради любви к своему народу, ибо перед его глазами груды трупов в лагерях, в которых они убивали нас. Он стоит в пустых теперь газовых камерах, где еще совсем недавно его братья стояли ногими в ожидании смерти. Он стоит там не один. Рядом с ним витают души тех, кого больше нет, чья кровь лилась, как вода, потому что еврейская кровь ценится очень дешево. Он видит их простертые к нему руки и смотрит в их горящие, терзающие душу глаза, взгляд которых проникает в самую его суть. И он слышит их голоса. Никогда больше! Никогда это не должно повториться! Обещайте нам! Никогда больше! Никогда больше! Никогда больше!